Служение Дерека Принца представляет Таким образом, я являюсь отцом 12 детей, большинство из которых уже выросли и имеют свои семьи. Однако, сегодня я хотел бы поговорить не о физической семье. Я хотел бы поговорить с вами о Божьей семье, об отцовстве Бога. Я хочу сказать, что это величайший факт, простирающийся через всю Вселенную, факт, который стоит за всеми фактами, что есть Отец, и этот Отец наш Бог, Отец, который сотворил всю Вселенную, как Отец, Отец, который оставил свой отпечаток, отпечаток своего отцовства, на каждом аспекте целой Вселенной. В Послании Ефесянам, 3 главе, 14 и 15 стихах, апостол Павел молится одной из своих самых замечательных молитв, и он говорит, «Для сего преклоняю колено моей перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». И я читал перевод из русской Библии, но в некоторых переводах Библии это место переведено не очень точно. Например, слово «отцовство» в некоторых переводах заменено словом «семья», но дословный, буквальный перевод — это «отцовство». Поэтому я хотел бы еще раз привести правильный перевод, который очень ясно и прямо передает взаимосвязь между Отцом Творения и Его Творением. Итак, вот этот правильный перевод. «Для сего преклоняю колено моей перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отцовство на небесах и на земле». Это удивительный факт. Всякое Отечество, всякое Отцовство во Вселенной, в конечном итоге, происходит от Бога. «И Отцовство появилось и зародилось не на земле, а на небесах». Отцовство вечно, потому что оно в Боге. Оно началось еще до появления времени. Оно началось еще до сотворения человека. Оно началось в вечности. Вечный Бог является Отцом нашего Господа Иисуса Христа. И об этом Библия говорит во многих отрывках. В Евангелии, например, Иоанна говорится, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Это было еще до сотворения. Божественное Слово, Вечный Божий Сын, был с Отцом на небесах. Писание говорит, что Он был в недре Отчима. Это говорит о личных взаимоотношениях между Богом и Его Сыном. И эти взаимоотношения существовали еще до начала творения. Это является отличительной чертой христианства от всех других религий. Именно поэтому христианство является уникальной верой, не похожей ни на что другое. Это открывает нечто уникальное и нечто совершенно особенное в природе Бога. Бог предвечно был Отцом. В Боге были взаимоотношения. Когда Иисус пришел на землю, Его целью было привести тех, которые уверовали в Него, к Отцу. Об этом мы можем прочитать в разных местах Нового Завета. Например, в Первом Послании Петра, в 3 главе, в 18 стихе, Петр говорит, «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведных за неправедных». Для чего умер Иисус Христос? Чтобы привести нас к Богу. Иисус — это путь. Он не конец. Он только путь. В Евангелии Иоанна, 14 главе, 6 стихе, мы читаем, Иисус говорит, «Я иди путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус Христос является путем, а Отец является окончанием этого пути. Очень много раз в нашей вере мы теряем истинную цель христианства. Мы говорим очень много о Господе Иисусе Христе, как о нашем Спасителе, Искупителе, нашим Хадатее и так далее. Все это замечательно. Но очень часто мы останавливаемся, не доходя до Божьей цели. Мы останавливаемся на Сыне. Но через Сына Бог захотел, чтобы мы пришли к Отцу. В 17 главе Иоанна, которая описывает молитву Иисуса, очень интересная глава. Эта молитва начинается словом «Отец», и это слово встречается в этой главе 6 раз. В этой молитве Иисус говорит о том, что Он открыл имя Бога человекам. Например, Он говорит, «Я открыл им имя Твое, тем, которых Ты дал Мне от мира». И в 11 стихе Он говорит, «Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне». И в конце Своей молитвы Иисус говорит, «Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Какое имя Иисус пришел открыть Своим ученикам? Это не Иегова, имя, которое евреи уже знали в течение полторы тысячи лет. Имя, которое Иисус хотел открыть людям, было имя Отец. Это окончательное, полное имя Бога. Оно характеризует Его природу, Его вечный характер. Только это Слово полностью передает характер и природу Бога. И в Новом Завете есть откровение Бога, как Отца. И это конечная цель Нового Завета. Иисус Христос пришел на землю, чтобы привести нас к Отцу. Если у нас нет этого откровения, то у нас нет полноты понимания искупительных целей Бога. Но когда мы поймем эту полноту и войдем в эту полноту, то мы будем находиться в прямых, близких взаимоотношениях с Богом, как с Отцом. И это обогатит нашу жизнь такими благословениями в наших эмоциональных и духовных переживаниях, которые просто невозможно получить другим способом. Есть три благословения, которые мы можем почерпнуть от нашего Небесного Отца. Это самоосознание, самооценка и уверенность. Самоосознание — это колоссальная проблема в современном обществе. Доказательством тому, это вышедший недавно фильм, сериал под названием «Корни». Герой этого сериала — человек, ищущий ответы на вопрос, «Откуда я пришел?». Человечество занято поиском своего самоопределения. Люди хотят знать, откуда они пришли, кто стоит за ними, с чего все началось, кто я. И я считаю, что человек не сможет ответить на этот вопрос до тех пор, пока он не узнает, кто является его отцом. С этим согласны и психологи, и Священное Писание. Человеческие отношения между родителями и детьми настолько повреждены, что в обществе наблюдается кризис самоосознания. И ответ христианства на этот вопрос состоит в том, чтобы привести людей в прямые личные взаимоотношения с Богом Отцом через Иисуса Христа. Человек, который действительно знает Бога, как Отца, не имеет больше проблем с самоосознанием. Он знает, кто он. Он знает, что он Дитё Божие. Он знает, что его Отец создал Вселенную, что Отец любит его, что Отец заботится о Нём. Теперь мы переходим ко второй потребности, к нужде, которая открывается нам через Бога Отца. Это нужда в самооценке. Я не могу перечесть, сколько людей я повстречал в своей жизни с проблемой самооценки. Они давали себе очень низкую самооценку, и это причиняло им духовные и эмоциональные проблемы. Послушайте, что говорит апостол Иоанн в 3 главе 1 стихе. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Когда мы осознаём, что мы дети Божьи, что Бог любит нас лично, что Он заинтересован в нас, что Он всегда имеет для нас время, что Он хочет прямого общения с нами, то всё это вселяет в нас достоинства. Я видел, как это заново и заново происходило в жизни людей. Помню, однажды я был на одном служении, и одна женщина столкнулась у меня в коридоре, мы шли в разные стороны. На быстрой скорости она поднялась на ноги и сказала, «О, брат, принц, я молилась, чтобы Бог позволил мне встретиться с вами». Я сказал, «По-моему, Бог ответил на вашу молитву, но я могу уделить вам не больше двух минут». И она начала рассказать свою проблему. Выслушав ее частично, я остановил ее и сказал, «Прошу прощения, но у меня осталась одна минута, и, по-моему, я понял, в чем ваша проблема. Пожалуйста, повторяйте за мной эту молитву». Я повел ее в молитве, в которой она поблагодарила Бога за то, что Он был ее Небесным Отцом и что она была Его Детем, что Бог любил ее, заботился о ней, и что она принадлежала к самой лучшей семье во Вселенной, семье верующих во Христа. Потом мы попрощались и расстались. И месяц спустя я получил от нее письмо, в котором она написала, что впервые в жизни она почувствовала свое достоинство во Христе после того, как она помолилась со мной этой молитвой. Эта короткая молитва полностью изменила ее жизнь. И также через Бога Отца мы обретаем уверенность. Вселенная – это творение нашего Отца, а не следствие какого-то гигантского космического взрыва. Однажды мой друг оказался один на улицах незнакомого города. Была ночь, ему было тоскливо, одиноко и страшновато. Он не знал, что делать и куда идти. И он просто начал произносить одно слово снова и снова. Отец, 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 отец. И после этого к нему пришло чувство уверенности. Он понял, что хотя вокруг него все казалось мрачным и незнакомым, он находился во вселенной, которую Отец сотворил для своих детей. Мы продолжаем рассматривать тему отцовства. Вчера я рассказал о том, что конечной целью служения Иисуса Христа было привести нас к Небесному Отцу. Иисус – это путь, а Отец является концом этого пути. Познание Бога как Отца восполняет три потребности человечества, в которых мы имеем нужду больше всего. Потребность в самоосознании, в самооценке и уверенности. Сегодня я хотел бы поговорить о земном отцовстве. Так как вечный характер и природа Бога является природой Отца, то отсюда следует, что каждый отец в определенном смысле представляет собой Бога. В каком-то смысле мы можем сказать, что Отец – хороший Он, или плохой, представляет собой в каком-то смысле Бога. Наивысшее достижение человека – это быть способным представлять Бога. Мне вспоминается время, когда я постоянно проводил время в дороге, разъезжая со служения к служению, с конференции на конференцию. Я проповедовал большим толпам людей и получал большое благословение. Но однажды я услышал, как один человек сказал, что специалист – это человек, который находится вдалеке от дома с портфелем в руках. И это засело в мое сердце. Я подумал, что это очень точно описывает меня. Я вдалеке от дома с портфелем в руках. Все считали меня специалистом в моей сфере. «Но что на самом деле происходило у меня дома?» И Бог показал мне, что мне нужно было кое-что изменить. Прежде всего, я должен быть мужем и отцом. И только после этого я должен думать об успехе в служении и других сферах. Ведь быть успешным о всем и быть при этом плохим отцом и плохим мужем – это падение в глазах Божих. Я глубоко убежден в том, что это очень злободневно относится к нашей современной культуре. Мужчины достигают успеха во всех областях, как президенты банков, как спортсмены, как писатели, как артисты, и даже, может быть, христианские служители, но часто они забывают о своих обязанностях как отцов. И я хотел бы сказать, что если вы терпите провал в своем отцовстве, то никакой ваш успех не сможет восполнить этого. В первом послании Коринфянам 11 главе 3 стихе Павел говорит о взаимоотношениях между Богом и семьей. И он говорит, что Христос является главой мужа, муж является главой жене. Итак, Христос является главой мужа, муж является главой для жены, в свою очередь. Поэтому, в каком-то смысле, мужчина или муж или отец представляет Христа своей семье. Его отношение к семье должно отражать отношение Христа к нему. В связи с этим у Христа было три основных служения. Он вечно всегда был непосредственно связан с этим служением. Это служение священника, служение пророка и служение царя. Позвольте мне кратко описать, что это за служение. Как священник, отец должен представлять свою семью Богу. Как пророк, отец должен представлять Бога своей семье. И как царь, отец должен управлять своей семьей от имени Бога. И до конца этой беседы я буду говорить об отцах как священника в своих домах. Отцы должны представлять свои семьи Богу в ходатайстве и молитве. Я хотел бы сказать, что успех отцов в служении пророка и царя тесно и непосредственно связан с их успехом в служении ходатая и священника. Если отец достигает успеха как ходатай, то, скорее всего, он достигнет успеха и как пророк и царь. Но если отец не допонимает и не практикует служение ходатая в своей семье, то ему будет очень трудно быть пророком и царем в своем доме. Есть очень замечательные примеры отцовства в Библии, примеры отцов, которые были для своих семей настоящими ходатаями. Например, в начале книги Иова мы читаем о том, что Иов был совершенным, праведным человеком перед Богом. у него было семь сыновей и три дочери и один раз в неделю все они собирались в доме одного из сыновей и пировали. И мы читаем о том, что в конце каждой недели Иов вставал очень рано и приносил Богу жертвы от имени всех своих сыновей, говоря в своем сердце, что, может быть, его дети в чем-нибудь согрешили и неправы перед Богом. И Иов приносил Богу жертвы за свои детей. И жертвоприношение в Ветхом Завете является прообразом служения ходатайства в Новом Завете. Каждый отец должен быть ходатаем за своих детей. Теперь давайте поговорим об истории Израиля. Долгие годы израильтяне находились в египетском ракстве, страдая от угнетения и духовной тьмы, и Бог освободил их через кровь пасхального Адамса. Пасха произвела окончательное разделение между израильтянами и египтянами. Пасха освободила каждую еврейскую семью. Ангел-губитель поразил всех египтян и египетских первенцев, но кровь пасхального Адамса защитила еврейские семьи. Но что нужно было сделать с кровью пасхального Адамса? Кто должен был нанести кровь на косяки дверей? В 12-й главе книги Исход 3-м стихе мы читаем, «Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый каждой одного Адамса по Адамсу на семейство». Итак, кто должен был отбирать Адамса? Отцы семейства. Кто должен был заколоть Адамса? Отец. Кто должен был нанести кровь и сопом на косяки дверей? Отец. Другими словами, Бог доверил отцам священническое служение. Отцы должны утверждать спасение в своих семьях. И насколько я понимаю Библию, если отцы этого не сделают, то никто другой не сможет сделать это за них. Если отец наносил кровь на косяки дверей семья выживала, а если нет, то никто другой не мог сделать это за него. И я верю, что Бог записал это в Библии, потому что это имеет какое-то отношение к нам с вами. Я верю, что существуют такие благословения, которые семьи могут получить только через отцов. Бог возложил священническое служение на плечи отцов и ни на кого другого. Отцы должны стать каналом Божьей защиты для своих семей. Теперь я хочу, чтобы мы перенеслись в Новый Завет. И я бы хотел поделиться с вами замечательным наблюдением о служении Иисуса. И я открыл для себя это из личного опыта. Иногда люди просят меня помолиться о детях. И в таких случаях обычно я спрашиваю, кем эти люди приходят за ребенку. Иногда оказывается, что это просто соседи, а родители не хотят идти в церковь. И Бог научил меня не молиться за детей в таких ситуациях. Если вы изучите служение Иисуса в Новом Завете, вы увидите, что Иисус никогда не служил детям без согласия и веры одного или обеих родителей. Это очень четко прослеживается в истории одержима мальчика, записанной в 9 главе Евангелия от Марка. Иисус сошел с горы преображения и увидел, как его ученики пытались изгнать нечистого духа из мальчика. Иисус спросил у Отца, давно ли это началось? Отец ответил, что с детства и что он часто бросает мальчика в огонь или в воду, чтобы погубить его. Но если что, можешь сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Меня удивило, что Иисус связал исцеление мальчика с верой отца. Сын не в состоянии использовать свою веру, потому что он находился под действием нечистого духа. Поэтому Иисус искал веру в отце мальчика. И я верю, что отцы должны стоять в вере за своих детей. Родители ответственны за то, чтобы стоять в вере за своей семьей, приносить детей к Богу через Иисуса Христа. Вы можете сами исследовать Новый Завет и убедиться в том, что Иисус служил детям только на основании веры родителей. Это один из Божьих принципов. И в заключении этой беседы я хотел бы рассмотреть, что говорится в Деяниях 16 главе 31 стихии. Это рассказ об обращении темничного стража. Если вы помните, Павел и Сила находились в темнице, Бог сделал землетрясение, двери темницы открылись, узел всех ослабли, темничный страж увидит все это, сказал Павлу, что мне делать, чтобы спастись? И они же ему сказали, веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой. Темничному стражу была оказана честь, как главе семейства, принести спасение в свой дом. Порой мы упускаем из виду три последние слова в этом стихе, весь дом твой. Поэтому я хочу обратиться к Отцам и сказать вам, веруйте в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой. На этой неделе мы рассматриваем тему, которая очень близка мне. Для меня это не просто теория, но глубокий жизненный опыт. Это тема отцовства. Вместе со своей первой женой я взрастил девять приемных детей и затем моя вторая жена прибавила к нашему браку еще троих детей. Таким образом, я являюсь отцом двенадцати приемных детям. Большинство из этих детей сейчас уже взрослые люди и у них есть свои семьи. Вчера я объяснил о том, что каждый отец несет на своих ключах три основных служения служения священника, пророка и царя. Я говорил об ответственности отцов как священников для своих семей, что отцы должны представлять свои семьи Богу. Сегодня я хотел бы поговорить об втором служении отцов о служении пророка для своих семей, то есть представлять Бога своим семьям. Первое, что я хотел бы сказать, что так или иначе отец представляет Бога своей семье. Возможно, он это делает хорошо или он это делает плохо, но так или иначе он это делает. И психиатры, и социологи, и психологи, и служители соглашаются в том, что первое впечатление о Боге ребенок получает через своего отца. И я верю, что именно Бог так все устроил. Одним из величайших ответственностей любого человека есть представлять Бога другим людям. То, какой был у человека отец, во многом влияет на то, как человек откликнется на Божий призыв. Допустим, если у человека был добрый, отзывчивый, общительный отец, с которым было легко и приятно общаться, скорее всего, такому человеку будет легко представлять и Бога именно таким. Но если у человека был отец неприятный, злой, критикующий, всегда выдвигающий необоснованные требования, то, скорее всего, у человека и понятие о Боге будет именно таким. Такой человек будет думать, что Бог всегда выставляет к нему такие требования, которые просто нереальны в жизни человека. Он будет считать, что Бог законник или что Он грубая личность. Или если у ребенка был злой, жестокий отец, то, скорее всего, подсознательно этот ребенок будет наделять Бога такими же качествами. и вследствие этого у такого человека будет развиваться отрицательное чувство по отношению к Богу, которое основывается сугубо на том факте, что у него был такой земной отец. И сейчас я бы хотел поговорить о том, как отцы должны быть пророками для своих семей. Посланники Ефесянам Павел пишет отцам, «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». В послании Колоссянам 3.21 Павел говорит «Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали». Во-первых, мы должны обратить внимание на то, что Новый Завет и Ветхий Завет возлагают ответственность за духовное воспитание и наставление детей на плечи отцов. Конечно же, матери тоже имеют большое влияние на детей, и они должны прилагать много усилий для духовного развития детей, но в первую очередь именно отцы несут ответственность за духовное воспитание своих детей. Если отцы этого не делают, то никто другой не сможет заменить их в этом. Сегодня я бы сказал, что большинство отцов, даже если они знают об этой своей обязанности, то они стараются переложить ее на чьи-то другие плечи, например, на воскресную школу, или на церковь, или на пастора, на молодежного лидера, и очень часто такие родители потом обвиняют пастора или церковь, если их дитя теряет интерес ко всему святому. Я хотел бы сказать, что отцы не имеют права складывать своих плечей, свою первостепенную обязанность воспитывать своих детей в наставлении и учении Господнях. Это одна из святых обязанностей, которую Бог доверил отцам. Апостол Павел говорит, что отцы должны охранять своих детей от двух крайностей. Первое это бунтарство в детях. Отцы должны ограждать своих детей от этого поддержанием крепкой дисциплины, не позволяя детям быть капризными, своенравными, безответственными, не позволяя им отбиваться словами, отвечать грубостью. Дети должны выполнять установленные правила. Конечно же, очень легко отдавать указания человеку, если он был послушным ребенком. Но также другая крайность, что если отцы чрезвычайно суровы, все осуждают, критикуют, то это может привести к тому, что у ребенка будет складываться отчаяние. Ребенок может решить в своем сердце, что как бы он ни старался угодить своему отцу, ему это никогда не удастся. И вследствие ребенок может просто даже перестать пробовать угождать отцу. Именно поэтому Павел говорит, не раздражайте детей ваших. Я встречался со многими людьми, у которых были серьезные эмоциональные проблемы, они обращались за помощью. И почти всегда у таких людей я обнаруживал, что корни их проблем уходят в отсутствие достоинства, в чувство разочарования, в чувство неудачника, которые уходили глубоко в их детство. Когда родители критиковали их, может быть, критиковали их в присутствии их друзей, и это оставляло на сердце ребенка глубокие шрамы, которые не заживали в течение десятков лет. Именно поэтому я хочу сказать всем отцам, будьте неотступны в дисциплине, но с другой стороны, не раздражайте своих детей, не приводите их в состояние упадка, уныния, не обременяйте их чрезмерными требованиями. Для того, чтобы выполнить свою ответственность перед своей семьей, отец всегда должен помнить одну вещь, он должен пребывать в постоянных взаимоотношениях с детьми. Если отцы не поддерживают постоянных отношений с детьми, то они не смогут выполнить свой отцовский долг. Отношения между отцами и детьми обычно наиболее эффективно строятся в нерелигиозной обстановке. Если для ребенка наставление и воспитание ассоциируются с чем-то формальным религиозным, то тогда они будут чуждаться и религии и воспитания. И по своему опыту я могу сказать, что у многих людей эта проблема также уходила корнями к их детству, к их неправильному воспитанию. В отношениях с детьми главным есть то, чтобы разговаривать с детьми, но еще главнее есть то, чтобы позволить детям разговаривать с родителями. Родители соглашаются с тем, что проблема грубости у детей обычно связана с тем, что им не давали возможности высказываться и их не служили. Поэтому родители, будьте внимательны, позвольте своим детям разговаривать, выражать свое сердце, выражать свое мнение. И пускай это происходит в нерелигиозной обстановке. Этот принцип мы находим и в законе Моисея в Ветхом Завете еще до того, как Израиль вошел в обетованную землю, Моисей сказал им, как воспитывать детей. Давайте мы обратимся к Второзаконию 11 главе стихи с 18 по 21. Там написано, «Итак, положите сие слова Мои в сердце ваше и в душу вашу и навяжите их в знак на руку свою. И да будут они повязкой над глазами вашими, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты спишь в доме твоем, когда идешь дорогой, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, сколько дней неба будет над землей». Я был удивлен однажды тем, что фраза «небеса над землей» происходит из Библии. И эта фраза является описанием того, какой климат Бог хочет видеть в наших семьях. И когда я смотрю вокруг на семьи знакомых мне людей, я спрашиваю, неужели именно это является небесами над землей? Одной из основных причин недостатка благословений в семьях является то, что отцы не делают того, что заповедовал Моисей. Моисей сказал, «Учите свои семьи Слово Божьему, учите своих детей в вере. Говорите о Слове Божьем, когда ты сидишь, когда ты стоишь, когда ты ходишь». Другими словами, пускай Слово Божье станет центральным, пускай оно займет свое достойное место в вашем доме. Не взваливай это на плечи церкви или балджерной группы. Пускай Слово Божье займет свое естественное, законное место в ежедневной жизни, в общении с детьми. Пускай это будет чем-то совершенно естественным для детей слышать в семье Слово Божье. Пускай они видят, как Слово Божье действует в реальной семейной обстановке. Сейчас я бы хотел прочитать свидетельство одного доктора, который когда-то был президентом Итанского колледжа. Он сказал, что, оглядываясь на то, как я воспитывал своих детей, если бы я смог сделать это заново, то я бы провел больше времени с ними в обычной, нерелигиозной обстановке. На это я могу сказать только Аминь. Если бы мне предоставился шанс прожить свою жизнь заново, я бы сделал то же самое. И этот доктор сказал, что больше всего дети запоминали Слово Божье и библейские истины в нерелигиозной обстановке, когда они находились в близком отношении со своими родителями. очень часто ключевые истины дети заучивали в обычной обстановке. Например, когда они были с родителями на рыбалке, или когда занимались садоводством, или убирали гараж, или ремонтировали машины. Именно в таких ситуациях дети больше всего открыты к истине, потому что именно тогда они тянутся к своим родителям. И именно эти ситуации родители должны использовать, чтобы насаждать в сердца своих детей Божие Слово. Недостаточно просто семейных молитв и семейного чтения Слова. Нужно, чтобы все время семейной жизни было пропитано Словом Божьим. На этой неделе мы говорим о теме отцовства, о том, как человек может полнее отобразить образ Божий, для чего он и был сотворен. Я рассказал о том, что каждый отец несет в своих семьях три основные служения. Это служение священника, пророка и царя. Сегодня я расскажу о третьем служении, о служении царя. Главная ответственность царя, конечно же, управлять или править. В наше время слово царь очень мало употребляется в повседневном обиходе, но тем не менее в библейские времена оно было очень широко употребляемо. слово царь можно заменить словом правитель. Таким образом, ответственность царя заключается в том, чтобы править семьей от имени Божьего. Если мы обратимся к первому посланию Тимофея, то в третьей главе мы читаем, как Павел перечисляет требования ко всем, кто желает занять в церкви служение старейшины или епископа. Здесь употребляются разные термины, но речь в общем идет о человеке, который хочет управлять Божьим народом. И наиболее важным фактором является состояние семьи такого человека. То, как этот человек ведет себя в своем собственном доме. Вот что говорит апостол Павел в первом Тимофею в третьей главе четвертом и пятом стихах. Такой человек должен быть хорошо управляющим домом своим, детей, содержащих в послушании, со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о церкви Божьей. Вы видите, что такой человек должен иметь соответственное уважение в своем собственном доме и должен быть в состоянии управлять своими детьми и чтобы дети уважали его. Потому что если человек не может управлять собственным домом, то он не сможет управлять Божьей Церковью. Итак, от мужчины ожидается умение управлять своим домом. слово управлять в греческом оригинале значит стоять во голове. Это слово может иметь и другие значения, вот хотя бы некоторые из них. это значит управлять, вести, возглавлять, защищать, контролировать. В основном это слово означает, что отец должен быть главой дома, что он должен стоять впереди, во главе, указывать пример, что он должен стоять между своей семьей и всеми опасностями и стрессами жизни. Это значит, что он мужчина. Он тот, кем он должен быть. Как говорится, он настоящий мужчина. У него есть мужество. Мужчина должен быть мужественным, и он должен быть отцом. Дальше апостол Павел говорит, что успешное руководство домом является главным качеством для руководителя церковью. Для этого есть резонная причина. Дело в том, что дом это церковь в миниатюре. Церковь состоит из трех основных элементов. Это пастор, диакон или помощники и община или паства. Эти три элемента церкви отвечают трем основным элементам семьи. В доме отец несет ответственность пастора, жена согласно Божьему слову является помощницей созданной помогать мужу то есть диаконам а дети это паства. Таким образом Бог создал в семье те же самые элементы которые составляют и новозаветнюю церковь. И Бог говорит отцам семейств ты должен преуспевать в твоей маленькой церкви в той которую я тебе поручил в твоем доме и только потом ты сможешь управлять моей церковью. И я хочу сказать из своего личного опыта и из наблюдений что вы можете построить большую общину но эта община будет не сильнее чем ваша семья. Если семьи в церкви не в порядке то и церковь будет не в порядке. и в качестве примера отца который принял на себя ответственность управлять домом который принял на себя ответственность быть царем в своем доме я хотел бы привести Авраама есть очень интересное место в книге Бытия в 18 главе где Господь говорит об Аврааме и где среди всего прочего он открывает почему Бог избрал Авраама быть главой нового народа через которого во весь мир должно прийти искупление не знаю задумывались ли вы когда-нибудь почему Бог избрал именно Авраама он искал человека и в то время на земле жили сотни тысяч людей и из всех этих сотен тысяч Бог избрал Авраама загадка ли это почему Бог избрал Авраама нет это не загадка сам Бог очень конкретно объясняет почему он избрал именно Авраама быть главой этого нового народа через который спасение должно прийти во все народы мира я хочу прочитать из 18 главы Бытия 17 и 19 стихи и сказал Господь утаю ли я от Авраама что хочу сделать от Авраама точно произойдет народ великий и сильный и благословятся в нем все народы земли и я избрал его потому что он заповедается нам своим и дома своему после себя ходить путем Господнем творя правду и суд и исполнит Господь над Авраамом что сказал о нем я хотел бы подчеркнуть некоторые интересные моменты в этих стихах во первых давайте рассмотрим значение имени Авраам в начале его звали Авраам что значит высокий или возвышенный отец и когда Бог заключил с ним завет и благословил его обещал ему несчетное количество потомков Бог изменил его имя с Авраама на Авраам что значит отец многих народов но как мы видим как в первом так и во втором случае его имя характеризуется как отец и это очень важно Бог избрал Авраама как отца вторым фактом есть то что это отцовство когда оно исполняется строит могучую нацию Бог сказал об Аврааме что он несомненно станет великой и могучей нацией почему потому что ему Бог мог смело доверить осуществление отцовских обязанностей в третьих почему же Бог избрал именно Авраама он говорит об этом сам он говорит я знаю что он Авраам заповедует своим детям и детям своих детей и они все будут ходить путем Господним творя правду и суд и тогда Господь исполнит над Авраамом что сказал о нем что видел Бог в Аврааме он видел в Аврааме то что Авраам заповедует своим детям и детям своих детей держаться пути Господнего Бог мог положиться на Авраама в том, что он исполнил свои обязанности как управителя в своей семье. Авраам хорошо знал свою должность и свои обязанности. И слово «заповедал» — это очень интересное слово, почти что военное слово. Возможно, некоторые матери или жены слушают меня сейчас, и они скажут, «Неужели вы, Дрэк Принц, говорите о диктаторстве?» Нет, я говорю не о диктаторстве, я говорю сейчас о мужчине, который знает, что такое быть мужчиной, который знает, что такое ответственность. Потому что в доме бывают такие ситуации, когда мужчина в доме ответственен заповедать своей семье, что сделать. Бывают ситуации, когда он должен сказать, «Мы будем делать именно так, и именно так мы будем угождать Богу. Этого мы делать не будем, а это мы делать будем». Отец имеет право определить некоторые основополагающие правила для жизни в семье. Например, когда в семье будет совместный обед, когда будет время молитвы, когда дети должны быть дома вечером, сколько времени они будут смотреть телевизор, какие программы они будут смотреть. «Отец имеет не только привилегию, но и обязанность указывать своей семье, что она имеет право делать и чего не имеет». И Бог говорит, что «исполнит над Авраамом то, что говорил о нем». Потому что Бог мог доверять Аврааму и положиться на него. И четвертый пункт, на котором я хотел бы заострить свое внимание, это то, что Авраам во всем Священном Писании преподносится как образец для всех верующих. Новый Завет говорит нам о том, что мы являемся детьми Авраама по вере, и что мы должны идти по следам веры отца нашего Авраама. Идти по следам веры Авраама значит, что мы должны в наших домах вести себя, точно так же, как вел себя Авраам в своем доме. И в заключение я хотел бы подчеркнуть контраст на негативном примере. Был и другой человек, который ходил с Авраамом. Этот человек знал много из того, что знал Авраам. Его звали Лот. И когда пришло время Аврааму и Лоту расстаться по причине большого количества стад, то Авраам благородно позволил Лоту избрать себе любое направление и территорию, на которой он хотел жить. И мы читаем, что Лот избрал идти в направлении Содома, и что Содом в то время был городом чрезмерно развращенным. Следующее упоминание о Лоте уже говорит о том, что Лот жил в Содоме. И дальше, когда мы читаем о суде над Содомом, то видим, что Лот со всех сил желал найти своим дочерям мужей, и что семья разделилась. И, оглядываясь на руины Содома, Лот понимал, что часть его семьи осталась в завалах и в руинах Содома, и что ответственность за это лежала на нем. Отцы, помните, что вы можете завести своих детей в Содом, но вы не сможете их оттуда вывести. Какая-то ужасная ответственность. Представляете, какая ответственность лежала на плечах Содома. Он завел своих детей туда, где они погибли, и он не смог их оттуда вывести. На этой неделе мы говорили с вами об отцовстве. Я рассказал о том, что Бог доверил отцам три основных служения. Это служения священника, пророка и царя. И сегодня, в заключительной беседе на эту тему, я хочу поговорить о том, что происходит, когда отцы не выполняют свои функции. Что происходит, когда отцы не выполняют свои обязанности? Что происходит с их семьями? Или что происходит с народом? Так как Бог знал, что Авраам выполнит свои обязанности отца, Бог пообещал ему, что его семья станет большим и могучим народом. Но что произойдет с теми народами, в которых отцы не выполняют свои обязанности? Давайте, прежде всего, откроем в Второй Законе, 28 главу. Это очень интересная глава. В ней Моисей перечисляет две вещи. Во-первых, благословения, которые придут на Божий народ, если они будут повиноваться Богу. И, во-вторых, проклятия, которые падут на Божий народ, если они не будут послушны Богу. Первые 14 стихов этой главы говорят о благословениях. Остающиеся стихи с 15 по 68 описывают проклятие, которое следует за непослушанием, за нежеланием ходить Божьими путями и нежеланием соблюдать Его заповеди. И здесь перечислены многие конкретные проклятия, но я хотел бы указать только на одно. В 28 главе Второзакония, 41 стихе, Моисей говорит, «Сыновей и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен». Слово «родишь» адресовано по отношению к отцам. Как в Ветхом Завете говорится, «Авраам родил Исаака». То есть это, во-первых, адресовано мужчинам, отцам. Здесь сказано, «Сыновей и дочерей родишь, но их не будет у тебя». Однажды я был по-настоящему шокирован, когда узнал, что когда мы не можем наслаждаться детьми, то это проклятие. И тогда я начал рассуждать, сколько американских родителей по-настоящему могут наслаждаться своими детьми. Я вспоминаю молитву одного моего друга, пастора, который молился Господу и говорил, «Господь, помоги нам помнить, что дети — это благословение, а не тяжесть». У него была большая семья, и мне, честно говоря, не верилось в искренность его молитвы. Я не думаю, что сегодня большинство родителей в Америке наслаждаются своими детьми. Почему? В чем причина? Ответ простой, потому что это проклятие за непослушание. Бог дает детей, как свое самое великое благословение, которое вообще Он может дать родителям. Но когда родители, особенно отцы, не хотят ходить Божьими путями, то это благословение перестает быть благословением. Моисей предупреждает отцов Израиля, что если они не будут держаться Божьего пути, то они не будут наслаждаться своими детьми. Дети попадут в плен. За последние лет 20 мы видели и видим, как миллионы американских детей идут в плен. Этот плен имеет различные формы. Сатанинский плен, наркотики, незаконная половая связь, оккультизм, культы и так далее. Это точно такой же плен, как если бы и чужеземная армия напала на нашу страну и увела наших детей в рабство. Но почему же миллионы американских детей идут в рабство? Писание дает нам ответ, потому что их отцы не выполнили свои функции как отцы. И я хочу сказать, что основную ответственность за такое положение вещей в Америке несут на себе американские отцы. Мы сейчас много слышим о детской преступности, но я хочу сказать, что детская преступность развивается только на основании взрослой преступности. Только взрослая преступность порождает детскую преступность. Раньше я уже говорил, что одной из основных ответственностей отцов в их семьях является служение священников. В книге Малахи, 2 главе 7 стихе, Господь говорит, что требуется от священника. Я читаю, «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваупа». Знать закон Господа – это ответственность священника. Толкование закона Божьему народу – это также ответственность священника. Священник – это посланник, или, лучше сказать, представитель Господа перед людьми. Конечно же, это можно применить к отцам, исполняющим роль священников в своих семьях. Их уста должны хранить ведение. Дети должны слышать закон и зуст своих родителей. Отцы должны быть Божьими представителями. Но что происходит, когда священники пренебрегают своим служением? В книге Оси, 4 главе 6 стихе, мы читаем, что Бог говорит о том, что произойдет с семьями, с целыми народами, с цивилизацией, когда священники не выполняют свое служение. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». И здесь говорится не о научном ведении, здесь говорится о ведении пути Господня и Его Слова. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священной действия передо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Это очень веское слово в адрес отцов. Бог говорит, «Я ожидал от вас быть священниками в своих семьях, но так как вы отвергли ведение, которым ваша семья так нуждалась, то я отвергну вас. Я не хочу больше видеть вас как священников. И так как ваше служение священника для ваших детей я больше не принимаю, то я так же забуду и ваших детей. Так как ты забыл закон Бога твоего, то и я так же забуду твоих детей». Мне это кажется ужасным. Подумай только, Бог может сказать мне как родителю, «Так как ты не выполнил своих родительских обязанностей, то я забуду твоих детей». Как будто они вовсе для меня не существуют. Я их спешу со счетом. Они не представляют больше для меня никакого значения. И я бы сказал, что наша страна и наша цивилизация наполнена забытыми Богом детьми. Почему? Потому что их отцы не хранили закон Господа. Я могу сказать это еще так. Отцы, отвергающие знания Божьего закона, теряют свое право быть священниками в своих семей. И когда отцовское священническое служение прекращается, то Бог говорит, «Я забуду твоих детей». Это ужасный факт. И заканчивая эту беседу, я хочу прочитать два стиха из Ветхого Завета. Не знаю, обращали ли вы когда-нибудь внимание на это, но последним словом Ветхого Завета является слово «проклятие». Это очень серьезная мысль, и нам стоит задуматься, что если Бог прекращает говорить к человечеству или к человеку, то его молчание является проклятием. Но благодарение Богу за Новый Завет, указывающий нам путь исток проклятия, вот что Бог говорит в последних двух стихах Ветхого Завета, Малахия 4, 5 и 6 стихи. «Вот я пошлю к вам Илью Пророка перед наступлением Дня Господнего Великого и Страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцамик, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Я лично поражен величайшим проникновением и точностью пророческого откровения Малахии. Глядя вперед на две тысячи лет, он предвидел самую глубокую и наиболее насущную социальную проблему наших дней. Что же это за проблема? Это проблема разделенных, нецелостных, разрушенных семей. Отцы и дети, не имеющие правильных отношений, дети, непослушные родителям. И пророк Малахия предупреждает нас, что если эта ситуация не изменится, то это принесет проклятие, проклятие на семью, или на народ, или на всю цивилизацию. Слово Божие вставит нас перед двумя выборами. Мы или восстановим семью, и восстановим семейные отношения, и выживем, или мы оставим все как есть, и позволим всему идти по накатанной калинии, и это переведет нас к гибели под Божьим проклятием. Это два выбора, других не существует. И, говоря серьезным языком, то наша дальнейшая судьба лежит на плечах отцов. Именно отцов Бог сделал ответственным за эту ситуацию. Бог доверил Аврааму, потому что Авраам был хорошим отцом. Но и наоборот, мы можем сказать, что когда отцы не выполняют свои обязанности, то нация не может быть великой. Я верю, что именно в этом суть кризиса, с которым столкнулась наша нация. Либо отцы покаются перед Богом и начнут выполнять свои ответственности и обязанности по отношению к семьям, либо этот моральный, семейный крах, который берет свое начало в семейном крахе, будет продолжать развиваться, и он разъест наше общество и переведет к окончательному проклятию. Именно отцы должны решить дальнейшую судьбу народа. Бог требует, чтобы отцы обратились своими сердцами к детям, и тогда дети обратятся к отцам.